МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Задолженность по заработной плате в республике сократилась более чем на 150 миллионов. Такие данные озвучили в Доме правительства. Какие меры будут предприняты для погашения текущих долгов перед работниками? Этот вопрос обсудили члены трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. За прошедшие полгода список предприятий-должников сократился до 20. Просрочка перед работниками превышает 100 миллионов. Здесь учитываются предприятия, которые официально отчитываются перед органами статистики, а также те предприятия, которые выявляются в ходе поступления жалоб и поступления оперативной информации в инспекцию по труду. Сумма задолженности уменьшилась на 186 миллионов рублей. Долги перед работниками копятся по разным причинам. Большинство предприятий жалуются на снижение производственных объемов и просроченные платежи от заказчиков. Здесь предприятие работает нормально. Ее как таковое не должно быть, наверное, в первую очередь. Эти задолженности сложные, они сформировались, скорее всего, за несколько лет. Были убыточные работы. Существенные убытки за последние годы потерпел и Бресенский водоканал. Чтобы выбраться из долговой ямы, здесь намерены пересмотреть тарифы и распродать часть имущества. Предприятием ведется претензионная исковая работа. На сегодня поданы исковые заявления всем юридическим лицам. Также поданы заявления на вынесение судебного приказа должникам за пользование холодным водоснабжением и вывоз ТБО в мировой участок номер 1 Бресенского района. По прогнозам регионального Минтруда, долги по заработной плате к концу года сократятся на треть. Сложнее всего обстоят дела предприятий, которые находятся в стадии банкротства. Как правило, конкурсные процедуры затягиваются. Немало вопросов вызывает ситуация вокруг Чуваш-Автодора. В правительстве конкурсных управляющих обязали представить конкретные графики покошения долгов. Те, кто срывает сроки, будут освобождены от занимаемой должности. Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в командировке в Москве, где проходит Московский финансовый форум. Вместе с вице-премьером, министром финансов Чувашии Светланой Янилиной они приняли участие в работе секции «Межбюджетные отношения. Вчера, сегодня, завтра. Выбор путей развития». Участники заседания обсудили вопросы объединения субсидий, предоставляемых регионам, говорили о предоставлении большей самостоятельности субъектам страны. Сегодня день воинской славы России. 205 лет исполнилось со дня знаменитого Бородинского сражения. Это крупнейшая битва Отечественной войны 1812 года, в котором участвовали и тысячи наших земляков, офицеров и солдат. Бородинское сражение пополнили ряды Казанского, Симбирского и Нижегородского ополчений. Известны имена героев. Среди них выделяется Сидор Семенов, уроженец деревни Кожар-Яндоба, Ядренского уезда, а также Василий Григорьев, который участвовал также во взятии Парижа и был удостоен награды за взятие Парижа. Он являлся уроженцем деревни Арбаши Казмодемьянского уезда. Самым знаменитым нашим земляком является Петр Андреевич Кикин. Он уроженец города АллатРа. В эпоху Отечественной войны являлся полковником, а после был удостоен звания генерала-майора. Петр Кикин был высоко оценен еще во время войны генералом Ермолом, известным генералом, русским генералом 19 века. Петра Кикина знал сам император Александр I, очень его любил. И Петр Кикин являлся одним из героев Бородинского сражения. Он вместе с генералом Ермоловым ввел борьбу за известную батарею Раевского. И в дальнейшем Ермолов отмечал храбрость нашего земляка. Об итогах Бородинского сражения историки спорят до сих пор. Хотя, по воспоминаниям одного из наполеоновских генералов, Бонапарт не раз говорил, что французы показали себя достойными победы, а русские заслужили право называться непобедимыми. Рифат Фадкулин, Арына Кавелян, Республика. Родную школу в Чебоксарском районе сегодня посетил сенатор Чуваший. Первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров. Он встретился с учениками. О чем говорили в репортаже? Я учился у преподавателей, которые преподавали еще в царские времена. Я древний, да? Представляете, откуда? Из какого века? С рассказа про учебу в Казанском госуниверситете начал встречу с учениками Николай Федоров. Туда он поступил как раз после Толиковской школы. Впрочем, сказать, что с детства мечтал пойти на юридический, политик не может. У меня были разные мечты в разные периоды школьной жизни, но вот выпускной класс, у нас 10 классов тогда было, Светлана Георгиевна, может быть, уже не помнит, я собрался в высшее военно-морское инженерное училище радиоэлектроники имени Попова. Я все документы сдал, прошел все проверки. Так получилось, что не попал, потому что проспал на самолет. А почему проспал, знаете? Поехал в соседнюю деревню прощаться с девушкой. Что судьба сложилась так, Николай Федоров не жалеет и профессию юриста рекомендуют все. А вот младшим школьникам с ними сенатор встретился уже в музее космонавтики в Шоршиллах. Он посоветовал следовать за мечтой, как это сделал их знаменитый земляк Андреан Николаев. Также Николаю Федорову показали новые экспонаты музея, затем он возложил цветы к могиле космонавта. Новый учебный год начался в учреждениях дополнительного образования. В музыкальной школе имени Ходяшевых летом отремонтировали учебные классы, закупили новое оборудование и мебель. О том, в каких условиях, сейчас готовят юных музыкантов в нашем репортаже. На новом рояле «Бехштейн» можно играть не только фуги и старые романсы. Этот инструмент как «Мерседес» среди автомобилей. Вы должны всем гордо говорить, что вы приобрели «Бехштейн». Если вы музыкантам скажете, что вы в музыкальную школу приобрели «Бехштейн», поцеловаться начнут. На новом рояле будут играть концерты и готовиться к конкурсам, тем более, что преобразился зал для выступлений. Приобрести инструменты и сделать ремонт удалось благодаря тому, что школа получила 5,5 миллионов рублей. Сделан внутренний ремонт помещения, сделана крыша. И вот сегодня поступило прекрасное предложение от Алексея Олеговича, что будут выделены деньги, чтобы завершить полностью весь ремонт по школе. Кабинеты в старых площадях, коридоры, вы видите, недоделаны. В рамках выделенного гранта музыкальная школа закупила не только рояль, но и другие инструменты. Это позволило открыть новое направление подготовки по классу труба. Вы знаете, условия стали просто шикарными. Мы когда приехали с творческой школы, а мы приехали недавно, вы знаете, я пришла как будто в новую школу. То есть я ее просто не узнаю. Шикарно, коридоры, просторно, кресло. Ну, я не знаю даже, вот неописуемо красиво стало. Здравствуйте. Здравствуйте. Но вам не помечает? Нет, нет. Это у вас самое первое занятие? Да, вот самое первое занятие. Мы приветствуем, чтобы родители были на уроке, чтобы они были в курсе. И заодно, чтобы учились. Сейчас здесь занимаются 340 детей на бюджетном отделении и 110 на хозорасчетном. Площади школы увеличились, ведь желающих научиться музыкальной грамоте в школе, которая вошла в топ-50 лучших детских школ искусств, очень много. Татьяна Молкова, Анастасия Лангина, Андрей Шоклев, Республика. Больше внимания к людям с ограниченными возможностями. Общественная палата Чувашия помогает инвалидам исполнить мечту. Подробнее далее. Илья Михайлов и его жена Анна – люди с ограниченными возможностями здоровья. Он слабовидящий, она передвигается на коляске. Несмотря на это, стараются жить полной жизнью и участвовать в различных творческих конкурсах. Недавно ездили в Крым. Дорога оказалась сложной, но благодаря помощи общественной палаты Чувашии справились. Общественная палата Чувашской республики проводит большую работу по оказанию помощи разным категориям граждан. В том числе малоимущим, малотрудоспособным, семьи, которые нуждаются в этой помощи. В данном случае меня попросили сказать, что общественная палата оказала способную помощь по доставке трансферам из города Казани до Чуваксар и обратно. С международного инклюзивного фестиваля «Алтын-Майдан» Анна и Илья вернулись не только с хорошим настроением, но и с победой. Успешно заняли оба первые места. Благодаря таким фестивалям, что мы имеем возможность принять участие, дает большой опыт нам в общении с людьми. В творчестве прежде всего, так как фестиваль был не совсем инклюзивный, там участвовали здоровые люди, здоровые коллективы, была здоровая конкуренция, не было никакой жалости. То есть все оценивали профессиональные люди. В общественной палате отмечают, оказание помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, было и остается приоритетным. Рифат Фадкулин, Арына Гавилян, Республика. Гастрономия как раздел краеведения. В Чебоксарском детском саду номер 8 прошел кулинарный мастер-класс по приготовлению блюд чувашской кухни. Его провели шеф-повара чебоксарских кафе и ресторанов. Какое блюдо появилось в меню в нашем репортаже? Берешь шарик, так же, так же, давай. Шарик. Давай шарик делайте, я дам. Маленькая Саша старается повторять за поваром. Сегодня она готовит десерт чувашской национальной кухни. Сладкие орешки или пылакмойер. Творог, орехи, мед. Все это сосредоточенно перемешивают еще шесть дошколят. Дим, возьми, закрути и положи. Это одно из национальных блюд, которые научатся готовить ребята. Впереди серия мастер-классов от Ассоциации кулинаров Чувашии. Внимание все уделяем на именно национальную кухню чувашскую. У нас богатая кухня. Она питательная. Начинаем взять этот творог. Я уже говорил, что он и для роста, и так далее, и так далее. Много у нас и холодных закусок, много у нас и первых блюд. Детский сад дружит с Ассоциацией кулинаров уже два года. За это время ребята освоили пирожные, салаты и запеканки. Каждое блюдо подходит для детского питания и просто в приготовлении. А это находка для родителей. Рецепт можно повторить дома. Так считает и мама Саши. Порой не сразу можно Сашу мою заставить съесть творог. Этот мастер-класс дает возможность вместо обычных сырников приготовить что-то новенькое вместе и интересное. Во-первых, работает моторика рук, которая развивает детей, и игровая форма, которую нас научили. И очень даже отличный вариант для решения проблемы принятия творога. Ребятам не важны ни энергетическая ценность, ни содержание белков, ни польза блюда. Это все взрослые вопросы. Для них главное, чтобы сначала было интересно, а потом вкусно. Не нравится. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. Районы Чуваши готовятся отметить 90-летие с момента образования. Муниципалитеты разработали множество интересных проектов, которые помогут жителям Чуваши и гостям не только познакомиться с достопримечательностями, но и знать об истории, традициях, культурных обычаях. Батревский район приглашает всех проехать по следам батыра. Батревская земля всегда славилась плодородием и жили здесь настоящие батыры. Они храбро отражали нападки врагов, а в мирное время возделывали пашню. О трудовых подвигах батыревцев можно узнать, побывав в музее «Хлеб». Здесь собраны сельскохозяйственные орудия и предметы домашнего бихода, которыми пользовались наши предки, чтобы посеять и собрать урожай, превратить зерно в муку. Время сделало их уникальными. В самом деле, где еще сегодня можно увидеть ручную мельницу-крупорожку? Мы сами в детстве, действительно, это недалекое прошлое, конечно, в детстве этими же предметами пользовались. Дети, школьники приходят в музей и интересуются именно, как жили в прошлое время, раньше, их бабушки, дедушки. Алманчиковский кривический музей был создан в 1968 году как комната боевой и трудовой славы. И стараниями местных жителей превратился со временем в настоящее хранилище истории. Это своего рода копилка памяти. Каждый экспонат связан с конкретным человеком или семьей, которые жили и живут в селе. Музей пополняется по сей день. К нам приезжают из разных районов. Из татари тоже приезжают. Приезжают из Америки, которые приезжают сюда в гости. Они заходят постоянно сюда и интересуются. Они удивляются, потому что как так можно, ну, в каком-то селе такой большой, интересный, богатый музей. И они нам оставляют подарки. Мы к этому очень рады. С большим уважением относятся батревцы к своим выдающимся землякам. Художнику Алексею Кокелю посвящен не только музей с картинной галереи, но и традиционный пленэр, на который съезжаются живописцы со всей России. О жизни и творчестве поэта Геннадия Айги с удовольствием расскажут в музее Шаймурзинской школы, в которой учился он сам и работал его отец. Здесь бывают не только жители Чувашии, но и гости из других стран, почитатели необыкновенного таланта нашего земляка. Елена Гальперина, Дина Кустова, Сергей Адушкин. Республика. Завтра Чувашский государственный театр «Кукол» открывает 73-й театральный сезон. Что приготовили артисты, чтобы удивить зрителя. За кулисами театра побывала наша съемочная группа. Здесь рождаются герои спектаклей. Знакомьтесь, Евгений Тауркин, художник-конструктор. Именно его руки творят чудеса, причем из подручных материалов, как, например, вот этот домик. Здесь будет у нас открывающаяся дверца. Зрители будут писать письмо какому-нибудь любимому герою или администрации нашего театра. И оставлять его здесь, как в почтовом ящике. Оно обязательно дойдет до своего адресата. Это далеко не единственное новшество. Самое главное в любом театре – спектакле. И здесь юного зрителя ждет сказка непослушная ЛТП. Спектакль поставили по одноименному произведению Петра Хузангая. Главные герои – домовой колдунья и кукла ЛТП. Особенность сказки – актерская игра без слов. Вместо них – живое исполнение чувашских песен. Есть еще одна изюминка. В этом спектакле все собираются, все куклы, все декорации составляются из подручных средств. Вот как вот эта банка, допустим. И благодаря из простых клубков, подсвечников получается кукла, которой также можно работать, она также идет живая. Каково это – быть кукловодом? Любой желающий может заглянуть за кулисы и получить ответы на все вопросы. Каждую субботу театр будет проводить экскурсии. И это тоже новинка сезона. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Напомню, в воскресенье 10 сентября в Чуваший день голосования на дополнительных выборах в Государственный Совет Республики и органы местного самоуправления. Все участки в избирательных округах, в которых проходят выборы, начнут работу в 8 утра и закроются в 20.00. Это вся информация на сегодня. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Хороших вам выходных. Субтитры подогнал «Симон»